Вот одинаково. Я звоню к человеку и говорю, «Знаешь, у меня есть у тебя деловое предложение, нам надо встретиться и поговорить». Всё. Я ничего не меняю. Я действительно так приглашал. На глазах, кстати, у меня шаг. Я ему сказал, «Дай мне несколько минут просто послушать. У меня есть у тебя деловое предложение. Я хочу с тобой встретиться и поговорить». Я готов дать себе решение. Я ему сказал, «Кейли для предпринимателя». Всё. Это суть любого предложения. Вы думаете, какие-то новые способы, и они не имеют смысла. Понимаете почему? Потому что человек, который на том конце провода, сколько он зарабатывает в месяц? 25 тысяч рублей? 30. 35-40 тысяч рублей. Человек зарабатывает 500-600 евро в лучшем случае, и он ведёт себя как шельх Амани. Это бред. И когда он начинает бендериться, я могу послушать, «Ты сразу торговать нефтью?» Он говорит, «Нет». «Да я не понимаю». Он говорит, «В смысле? Я думаю, насколько я знаю, зарабатываешь 25-35 тысяч рублей в месяц. У тебя многое поменялось, повысили зарплату. Сколько это? 1500 рублей?» «То есть ты не в том положении, чтобы тебя не интересовали деньги. Так вот давай посклинили на калифор, или мы встречаемся, но потом не говори мне, что я тебе алифор. Если вы хотите, я вам приглашение, то есть мы можем сделать спамят. Я буду вам звонить, а вы будете от меня окружать, и желающих соревноваться. А? Нет, ну серьезно. Хотите кто-то, а вы пригласите телефон? Да, вот дайте девушке, кто-то на калифор. Как раз сейчас посмотрите как. Потому что одно дело, что я вам говорю как надо, а другое дело, когда я говорю туда живу. Как тебя зовут? Добрый день. Мариолог город Казань. Мариолог. Хорошо. То есть я звоню после перспективы, мы знакомы с Мариолой. Да? Алло. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Здравствуй. Тебя Мариолова? Его услышишь? Да, слушаю. Мариолог. Мариолог. Понимаете? Докар, конечно, Роман спокоен. Очень приятно. Так, слушай, ну ты свои эмоции поценивай. То есть в принципе уже можно заканчивать приглашение группами, да? Да. То есть когда он год, и когда он год, насколько я понимаю. Совсем посещает. Мариолог, ты знаешь, мне нужны три минутки твоего времени. Можешь говорить сейчас? Да. Знаешь, у меня есть одно очень интересное деловое предложение, я хочу с тобой встречаться и пообщаться на эту тему. По какую? Значит, еще раз повторяю, может быть, связь плохая. У меня есть в себе одно интересное деловое предложение, и я хочу с тобой встречаться и пообщаться. Как ты хочешь, чтобы я сказал эту информацию по-другому? Подскажи. Какими словами? Ну, в двух словах я говорю. Слушай, я не только что десять слов сказал, повторю их несколько раз. Как я тебе еще раз говорю, как ты больше мне не шел сказал? Ну, какого плана предложения? Чего? Какого плана предложения? Против, деловое. А что нужно будет делать? Деньги. А как? Да. Так я же тебе говорю, приходи поговорим. И если мог, тебе по телефону рассказать, я бы тебе рассказал. Да не могу, я просто выдавливаю себя стоять. Я можно вас согласить. Конечно, понимаю. Это было слышно по первой стране. Хорошо, спасибо. Кто еще хочет? Давайте поаплодируем. Добрый день. Нет, опять не на это. Есть два вопроса. Можно? Нет, с приглашением. С приглашением. Кто еще хочет вас приглашать? Нет. Вот девушка, вот куда, и вот сюда. Кульна туда. Так, как зовут? Добрый день. Ваерман Алсанова, поселок Рокистос. Я вас не слышу почти. Погромче. Ваерман Алсанова, поселок Рокистос. Вирман, да? Ваерман. 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 Ваерман, все. Хорошо. Ваерман. Отлично. Этой звонок. Алло, здравствуйте. Извините, пожалуйста. У меня в ВКонтакте все выложено. Все уже знают, что есть сетевая маркетинга. И мне дают моменты. Есть и фиг по свой ликхолдинг, по своей сетевам маркетинга. Сейчас я вам скажу. Алло, здравствуйте. 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 Ваерман, я могу услышать? Слушаю вас. Ваерман, это Аркадь Шарова успокоит. Привет. Здравствуйте. Слушай, пара минутки изговорить, можно разговаривать? Угу. Ты знаешь, у меня есть тебе одно очень интересное предложение. Я хотел бы с тобой встретиться, пообщаться. Аркадь, если ты по своему ликхолдингом тебе не так не обманули. Ваерман, слушай, скажи, пожалуйста, ты кем работаешь? В администрации. В администрации. Ну, слушай, ну, если бы ты не позвонила со своей администрацией, я бы тебе, наверное, так сказал. Платят там много в твоей администрации? Нет, не устраивает. Что тебя устраивает? Работная плата и вся моя жизнь. То есть 20 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, а устраивает? Да. А, ну, тогда извините. Всего доброго, до свидания. Я думаю, что я не делаю, я не подговариваю, я не подговариваю. До свидания. Все, я не буду выгонтировать. Дульнас, давай. А, вот Саша, мы сразу воспоминемся. Давай. Алиус, здравствуйте. Здравствуйте. А, Дульнас, я могу, слышишь? Да, да, да. Привет. У нас это Аркадь Широкий спокойный. Ассортимент. Слушай, две минутки есть говорить? Ну, да. У меня есть у тебя очень интересное деловое предложение. Хотел бы с тобой встретиться, пообщаться на эту тему. Ну, у меня много времени нет. Ну, я думаю, ты мог бы сейчас вот в этих двух словах, чтобы... Значит, давай я тебе... Угу. Давай я тебе повторю информацию. Может быть, я не чётко вырезается. У меня есть у тебя предложение, я хочу с тобой встретиться, поговорить на эту тему. Если мог по телефону, я бы тебе по телефону сказал. Угу. 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 У меня в его положении вообще, любые лишние 30 тысяч рублей, это тупо интересно. Ну, давай так. Мы сразу знаем, друг друга не первый год. Стал бы я тебе звонить за какую-то минуту. И ты мне говоришь, что да я давай тебя заинтересую. Да вы знаешь, на как положение тебе за каждые лишние 20-30 тысяч рублей, нужно быть очень сильно заинтересованной. У тебя крениты есть? Есть. Хватает, так давай, тебе 30 тысяч рублей? Нет. Нет, но вот теперь ты не звони мне и постарайся меня заинтересовать, Я вас интересовать, чтобы я с тобой встретился. Пока. В 80% случаев у человека есть кредит. В 80% случаев этих денег не хватает. И идти по больному. Кто из паяльцев? Саша, давай. Алексей, я звоню, да? Сейчас беседу. Алё. Здравствуйте, Александр, я могу услышать? Здравствуйте. Я предприниматель. А предприниматель, окей. Хорошо. Алло, здравствуйте. Привет. Кто это? Это Аркадь, живой, беспокойный. Саш, ты? О, Аркадь. Надо ответить. Слушай, звоню тебе коротко, не буду сильно отвлекать. Есть тема, надо встретиться, поговорить. Тема? Да. Тема разговоров? Ну, камень участка темы, деньги или интересных положений есть. Надо встречаться всегда. Да. Израиль, сейчас на месяц не появится проблем. Саш, слушай, ты меня задаешь вопрос, если тебе интересно, напротив 20-30 минут, чтобы пообщаться над ними, и никак не сравнивать, не делиться. Речь пойдет о твоей компании. Что? Речь пойдет о твоей компании? Да, конечно. Хорошо. Когда первый урок будет. А у него вариантов других нет? Сейчас, да. Он, если сейчас скажет, что он не хочет, как бизнесмен, попробовал какой-то темы встретиться, поговорить, он влетает. Он влетает. Потому что он сразу, то есть я его сразу ввеку в стены, что любой восприниматель будет темы цепляющих. 25-30 минут. А там он тут на педальный лоб. У него вариантов нет. Он вынужден мне сказать да. Спасибо, сырой. Еще кто-то есть? Да. Да, вот давайте. Да, микрофон. Да, микрофон. Как зовут? Добрый день. Евгений. Евгений. Алло. Здравствуйте. Евгений, могу услышать? Да, это я. Жень, передает Аркадий Шароль, беспокоен. Да, привет, тоже, конечно. Слушай. Пару минуты есть у тебя? Не отвлекаю? Конечно. Нет. Жень, город. Который, чтобы не отвлекать. В общем, есть интересные предложения. Хотелось с тобой увидеться. Поговори, как я. Ну, ты знаешь, с удовольствием встречи с тобой, в ближайшее время, в ближайшее время, в ближайшее время, это не так. Не получится выделить тебе свое подготовление. Жень, ну, это твое дело. Я тебе говорю, что мне сейчас эту тему нужно куда-то перестроить, или ты, или я звоню дальше. Поэтому ты как-то определись сегодня до конца вечера, и перезвони мне. То есть если ты не позвонишь, я буду понимать тебе оно не надо. То есть я тогда побудусь с кем-то с другим поговорю. Ну, давай пока. Все. Все. Так, вот там еще человек. Несли микрофон, куда? Здравствуйте. Да. Я Виктория прямо из Москова alternative from Debby. А. Можно я звонить вам? Или. Здравствуйте. 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 Виктория! Да. Здравствуйте, Виктория, это Аркадьаш Аглуба In minimum. Извините, первый раз слышу ваши имена. Я еще раз говорю, я звоню всегда по списку имен. Все, понимаю. Очень приятно. Виктория, пару минут есть говорить? Да. Вик, есть интересные предложения, надо расследоваться, поговорить на эту тему. Предложения какого? Я же четко рассказал, есть интересные коммерческие предложения, надо встречаться, поговорить на эту тему. Коммерческие предложения, требуют вложений? Вик, я что-то понять не мог, я попал туда, нашел, кто хочет стать миллионером, что ли? Нет. Я тебе факт должен эту информацию по-другому сказать. То есть, какими словами я тебе говорю, есть интересные целовые предложения. О нем надо встречаться, разговаривать. Если это касается отношения денег, то это не со мной. Что это, что не со мной? Не со мной. Слушай, ну то, что у тебя нет денег, я знаю. То есть, если я тебе с вами знаю, что у тебя нет денег и нечего вкладывать, и говорю тебе, что у меня есть какое-то интересное предложение для тебя, я вообще не понимаю, почему ты меня по телефону еще включаешь вопросы. Ты мне коротко скажи, ты мне мозги собираешься там посевать по телефону? Или ты хочешь встретиться и что-то со мной отсюда, как я не дам? Да, нет, все. Сколько времени займем? Да твою дивизию, в твоей ситуации, даже если это день займем, ты понимаешь, ты должен уже спросить, куда ехать и куда выбирать. Ну давай мне имя рассказывать, у тебя зарплата какая? Хорошая. 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 Какая хорошая? 50 тысяч рублей, тысячи евро. Хорошая зарплата? Все я согласна. А? А еще я согласна. Да, на что? 10 евро есть, чтобы дополнительный зарплата классно. Ну так я тебе заодно и говорю, что в трахе не мозг, давай встречаться. Добрый день, Айдин, город Абрам Казахстан. Аркадий, не слышу, как зовут? Айдын. 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 Дима, сделай что-то с мониторами, а вообще глухой на сцене. Аркадий, а мы с тобой друзья идем по жизни, занимались сетевым бизнесом. Я одно видит той компанией, где мы работаем вместе. А, другой компанией? Да. Хорошо. Отлично. Алло, Айдын, привет. Добрый день. Это Аркадий Шарок успокоит. Вот тебя слышит. Айдын слышит, дорогой. Нам бы с тобой надо собраться на пару часиков, посидеть, кое о чем поговорим. Я с тобой посоветоваться хочу. Кое о чем посоветоваться, да? Кое о чем посоветоваться, да. Очень интересное предложение в сипломаркетинге. Какие твое советуют? Потому что что-то я смотрю на это предложение, оно меня втыкает. Может где-то ты что-то там разглядишь? Он не хороший. Да не по нашему, кто по нашему. Меня, может, интересует вроде море. Слушай, я не спрашиваю, интересует себя или не интересует. Я у тебя как только совета прошу. Я тебе объясняю. Меня жутко воткнуло. Мне очень понравилось. Меня это тоже пугает. Потому что я чувствую, как это все идеально получается. Я говорю, я твоей помощи прошу, чтобы ты пришел, попросили с тобой пару часов, чтобы ты не посмотрел эту тему, и если в это умеешь подробные камни, не рассказал. Идеально бывает только, кто вас затронет. А? Идеально бывает только, кто вас затронет. Я говорю, слушай, это потому что я знаю твою композицию. Я тебе на твою звоню. Потому что, то есть, ты такая позиция. Я знаю, что ты рассмотришь. Если где-то есть подвод, то ты его точно рассмотришь. А поэтому тебе и звонем. Хорошо. У него шансов нет. Я ему сказал, что именно потому я звоню, потому что он негодяйчик. Он мой друг так вдруг и бросит. Он уже знает, что меня воткнуло. Он идет меня спасать. Конечно, он придет меня один со спонсором. Эта парочка называется ЧИ и ДЭК. Специально на помощь. Ну, сюда. Добрый день. Добрый день. Да, добрый день. Как зовут? Меня зовут Рустам. Катавстан, Казань. Очень приятно. Алло. Добрый день. Да, добрый день. А Рустама Маку услышит? Я слушаю вас. Рустам сказал, что Аркадий Шаров не спокоит. Слушаю вас. А парни, киздой? Я нет. Я слушаю вас. Чего, например. Может мне перезвонить? Я не слушаю. Ага. То есть, все нормально заходи? Все нормально. Отлично. А то, что это меня напугало. Слушай, дорогой. Есть очень интересное предложение. Надо бы нам с тобой встретиться на тему него поговорить. Кто ты такой, чтоб я тратил свое время на тебя? Да пошел ты в жопу. Типа лохнул. И все. А если мы с тобой знакомы, я бы по-другому сказал. Знаешь, смотришь ты, ядурой, блядь, ты можешь прийти сюда, сейчас знаете, и сказать мне таблицозе, ты с зубы все выкришь. Вопросы у тебя, блядь, ко мне еще есть? Войду мудак. Заводь мой номер телефона и, сука, больше сюда не звоните. И все. Потому что если вас называют на стол на улице, задаете к ебалу, и вы будете правы, правильно? Если какой-то шныр начнет тебя отгрузить, ты ему морду расколешь, правильно? И когда мы сидим на улице, приходит какое-то мудло, и начинает там выступать. Я открыто говорил человеку, то есть когда он сошелся с моими мудрой, ему открыто говорили себе, когда он начинал борзеть, какой-то парень. Я говорю, у вас еще меня заяк. Я вырос про люди в таком, потому что с тобой бы сдох. Ты бы сдох. Но в Нижнем Огороде от фразы нашего района, маленьких городов, 40 тысяч населения, люди вздрагивают. А Луфьево, Бибелево, это херня полная, я через Луфьево и Бибелево ночью пройду. Ночью пройду, спокойно. Потому что я вырос там, где нужно было драться каждый день. Поэтому человек говорит, что я в Тюмению, я в Тюменицовом. Но если ты еще одну поебалю, то ты не встанешь. Поэтому паре хамить, еще раз скажешь хамку, отхомишь, я тебе без слов сижу. Ты меня понял? И в этот момент человек он... Хочешь проверить? Сейчас проверишь. Вопросы есть, как они? Сиделики так не нуждают. Иисус сказал, заткнись. Еще раз не нахомишь урода, я тебе отрешу. Если к себе подойдет человек, назовет тебя, ну так можно сделать. В моем случае, ты молча, когда ты течешь и поймешь дальше. А я ему всегда не вспомню. Ты меня понял? Поэтому не смей, а не порой, чтобы не так разговариваться. Ты будешь слышать. И все. Что? Если вам страшно. День. 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 Что вы сделаете? Что вы сделаете? Вы двинники мороженых. А почему вы когда-то говорите, что вы меня не снимали? Вы беспокоили, я не вернусь. Почему вы не возвращаетесь? Почему вы не говорите? Слушай, ты кто? Ты вообще, о мать твою, что ты мне такое говоришь. Ты охренел? Ты охренел? Если вам мужчина подает, скажем, на 100 долларов, пойдем потрахаемся, что вы сделаете? Вы ему по роже заедете. Вам на рандеву очень часто такое говорят. Вам на рандеву очень часто такое говорят. Почему вы не реагируете? Почему вы не имеете уважения к себе, чтобы сказать человеку, Слышь, ты кто? Ты охренел? Ты почему себя так ведешь? У Коли Гняжева на один раз в Казнаярске это было, по-моему, я выкинул людей и чувака с презентацией. Просто выкинул, на глазах всех приглашал. Я не сказал, слышь, ты кто? Ты кто? Я ведь не знаю. Я говорю, ботинки мудлуси в киномании. Я говорю, они видят, что там, сука, что ты их насказан на маршрутке стоишь. Встала, я не вышла, а сука, прям охрана тебя не выкинула. Помнил урок? Я стою на этой стене, я заплатил, сука, за этот зал. Забери свои 50 рублей. Внимание, нахер! Приглашенный вот так. Уважаемые приглашенные, скажите мне, пожалуйста, если бы вы были на моем месте, вы точно бы знали, что то, что вы сейчас будете рассказывать, это будет нравиться людям. Как бы вы реагировали, если бы вам так открыл, какой-то мудат и хранение? Приглашенный, я говорю, да, ну правда же. Ладно, хороший, соус по вкусу забыл, прыгнул, давай рассказывай. У нас было подписание, поэтому вы подписали людей. Не позволяйте, это не значит, не надо меня копировать, я предупреждаю, это я могу делать так. Не пытайтесь копировать меня, это невозможно, у вас свой стиль. Не пытайтесь комментировать, понимаете? Не пытайтесь агрессивно разговаривать с людьми, потому что для этого нужно иметь мощь. Нужно иметь силу, нужно иметь определенный уровень. Не пытайтесь. Всегда то же самое можно сказать режью. Сидит женщина с девичьей, которая, знаете, я расскажу вам историю, как придут с девичьей. Мама. Просто. Это была, была, у меня нет дяди, это была женщина с молодой девушкой, с парнем, и начинают меня отцепить в одну сестру в свою компанию, лучше выходить в поле. А они, знаете, очень интересные, наши компании, наши дороги, наши чили, у вас все фигня, у нас все супер, и вообще, хватит заниматься и в любой, мальчик очнись. Когда я сказал, мальчик решился, я говорю, так, ладно, что сейчас это сделаю. Я ей говорю, послушай, скажи, нечестно, у нас стоят твои трусы. Она в смысле. Я у меня просто вопрос. Сколько стоит твое нижнее белье? Ты богатая женщина. Ты зарабатываешь деньги. А мы сидели в торговом центре, в котором что? В котором, ну, в кафе, и здесь магазин, где каждый орхиде. Я попадусь в час. Дойдет один, как ты, и думаешь, что тебе не спит на наружу женского билета. Как усыпется небо? Пошли. После этого, я буду тебя слушать. А носить вот так. Я ей только показаю, что решили, что это знание. Что на филе нижнее белье дешевое. Что-нибудь типа меловицы или чего-нибудь такого. Потому что это тебя пахнет этим. Я это в тебе вижу. Знаете, как мы курсы в этот момент не взяли? Жгни! Я говорю, когда солнышко мое, ты начнешь зарабатывать себе хотя бы на нормальный курситель. Ты придешь сюда, сядешь на поведение, ты знаешь, что ты носишь курсы. И, возможно, третий руку слушаешь. А до этого момента, конечно же, не надо. Ты приехал сюда в карсин, вон там стоит мой курсом 35-й, а ты пробиваешь. Черный, задорированный нахер нату, как собранный, готовый, так сказать, заказов. Вот когда ты девочка моя, купишь себе такую тачку, ты придешь, и ты будешь разговаривать со мной на этих каналах. А пока заценись на них. И слушай, то, что теперь говорил мальчик, который в этом сетево-маркетинге был тогда, когда я вообще не знал, что такое сетево-маркетинге. Вернул свой муж. Смотрит на жены. Ну что случилось? Он говорит, нет ничего. И он пытается вот так. Я говорю, слушай, как ты думаешь, если ты его тоже поработал, я говорю, я тебе не могу. Давай я тебе не буду дружить. Все. Это просто контрольный честь. Так. Почему важно хорошо выглядеть? Почему важно ездить на передач? Почему важно покупать хорошую машину? Как Оля может провести НТО? В какой-то городе вы получите. Я говорю, у нас в ГИБЕ не слышали. Я же не ориенчатуре. О, ГИБЕ. 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 Я живу на ГИБЕ. У меня в семье отдатки. О чем мы с тобой сейчас разговариваем? В какой нахер успеем все маркетить? То есть, что-то нет. То есть, о чем? Что? Как же ты реализируешь? И что? И все. И все. И все. Заработайте деньги на фонтель. Заработайте деньги. Как одевайтесь так, как мне одеваются сетевики. Здесь есть часть зала, которая одета не так, как сетевики. А есть часть зала, которая одета как 100% сетевики. Вы выглядите, как они. Вы двигаетесь, как они. Вы думаете, как они. А надо думать по-другому. Понимаете? Все в коронии не готовы. Сетевики, друзья. Знакомые, что вы занимаетесь сетевой маркетингом, осуждают вас за это. Я вам говорил давным-давно. Начните, дайте подарки. Покупайте самые дорогие букеты цветов. Это ваши родственники. Купите плазменную панель за 20-30 тысяч. Сколько стоит плазм? 65 тысяч у вас? А? 20-25 тысяч нужно купить? Не обязательно там что-то. 20-25 тысяч рублей. Ну что, 20-25 тысяч рублей можно заработать? Уже вы с этой плазмой не можете прийти в саму правильную сетевики. Это так не будет. Знаешь, я очень раньше стал зарабатывать деньги, и могу подарить этот подарок. Классно. Держите. Пользуйтесь. И что? В следующий раз, когда он вам будет, мне не нравится, пусть вы посмотрите. Не сказать так, слушай, я это сразу не побеждаю. Будешь мне так про мою компанию говорить? Я не в следующий раз знаю. Что вы любите, а так подойдем. И все. И все. У кого семья, близится жена, муж, то есть дети, вот из этого момента. Приходите домой и говорите, этим летом. Придем, и вы изъезжаете домой, если тут путевка, в турбюро, и задаете вопрос. Хочу полететь в функцию на месяц. На месяц. Дайте мне путевку. Т.е. вот посчитайте, сколько будет стоить. У кого дети, вот еще школьного возраста, еще, может быть, там начальник, сковороды. Вот, отлично, их можно к конец километра направить на месяц. Можно жену. Кого жена против? Есть такие, вот, все, приходишь, месяц, тут, знаешь, путевку. Придешь в цену. Говоришь этим, сколько будет стоить путевка. И тысяча четыре евро. Три. Пять. Но у вас пять месяцев спереди, шесть месяцев спереди. Что будет? Каждый месяц на пятьсот евро. Сложно? Несложно. Ты просто говоришь, я на месяц еду отдыхать, летом. Эту сумму путевки, сейчас мы резервируем, я делаю бреноплату, и плачком каждый месяц просто путеванную сумму накладу. Пойдет? Я говорю, пойдет. А что же это скажу? Пойдет. Сезон еще получился, оружие, что. Дальше подспечатываете все у них, отель и все остальное. Переходите домой и проводите. Новый закон. Значит, все, кто против сетевого маркетинга, остается в этом списке и летом едут в Монтарию на месяц. Закон ступень действует. Все. Никому деньги не только от сетевого маркетинга осуждают вас. Купите домой высокоскоростной интернет и поставьте на него пароль. Пароль выдается только тем, кто любит сетевого маркетинга. Остальные пользуются медленно. Все. Справедливо? Заплати и живи спокойно. У кого нужны опросы и нового денег? Какие машины у вас покупают? А? Какая? Польфайки ТОРЭК. Польфайки ТОРЭК. Купите резиную медленность. Что значит? Заработаете? Купите. Две шестьдесят. Ну, как это реагирует? А? Сказал, расскажешь, когда приедешь. Вот видите, у нас резина на польфайке ТОРЭК. Мужик непростой. ТОРЭК купил себе. Она его подгоняет в резину. Он говорит, так. Ну, ладно, расскажешь, когда приедешь. Потому что резина для такого мужика это показатель. Это не слова. Это у нас тут резина. И хорошие резины купили? ТОРЭК. А, большинство. Да, тебе хорошие, да? Самое главное, хорошие купили. У кого еще мужья ходит? Какая машина? Какая? Приора. Отлично. Очень хороший вариант. Сколько лет приходит? Ну, уже лет пять, наверное. Да? Сколько стоит новая модель автобаза? Двести пятьдесят, триста тысяч? Триста, а? Триста. Четыреста. 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 Хорошо. А давайте возьмем что-нибудь типа Польсвани, там, может быть, Финдали. Сколько стоит? Четыреста. Шестьсот тысяч рублей. И ЦУМИ, если что-то? Рено. Примерно так же. То есть, в ЦУМ, шестьсот тысяч рублей. То есть, вам надо будет 10 тысяч евро. То есть, если вы идете в автосалоне, заработаете денег, я никогда не идти. Скажешь, я тебе куплю машину. Хочу купить тебе подарок. Заплачусь у него в течение четырех месяцев. Пойдем, выпить. Просто я не знаю, вот у меня есть 10 тысяч евро. Он будет сейчас. И я тебе 10 тысяч евро. Покупаем машину. Пошли выбирать. Что будет? И ты говоришь, дорогой, извини, но у меня нет всей суммы сразу. Поэтому я каждый месяц буду платить. Мне 5-6 месяцев надо. Просто я никогда так люблю. Я хочу сделать тебе подарок. Во-первых, у вас обеспечивается 6 месяцев спокойной жизни. Потому что, можно сказать, так, вы же со мной так разговариваете, я следующий план каждому делаю. И точно. Имей это ввиду. У кого жены ходят? Ты видишь жены ходят? Купить уж у него. Обещал за 200 тысяч? Купи. Рад заработать купить надо с рогами. А? А, ты обещал купил? Сделайте. Ага. Так. Не слышно. Так. Ну вот сейчас купишь шуфу. А ты на какую купил? То есть он пообещал женыху шуфу дорого за 300 тысяч рублей. И купил. А при гречесе с день рождения. А деньги лежат. Все. Деньги лежат, во-первых, с путешествием. Молодец. Не сразу купил, а подождал до дня рождения. Во-первых, после дня рождения она сейчас ничего не будет. Потому что шуба даже у нас не привыкла. Как-то в полушубах превратился. Как бы дело такое. Женщины, кто знает, что идешь вдоль шубов холодной сморки, готова потерпеть уже несколько месяцев, пока не получишь шубу. Я тебе покажу. Да? А да. Они такие. Все. Работает же? Работает. У кого родители против? Купить стиральную машину в холодильник. Работает. Плита, стиральная машина, холодильник. Это обычные батареи вещи, которые что? Которые люди покупают. То есть это понятные ценности для людей. Понятные. Понимаете? Это важно. То есть вот это важно. То есть не в этом надо развиваться. То есть вот в этом надо развиваться. Тогда это работает. Начните, а? Нет. Друзья против? Да. Значит, если друзья против, раз в две недели надо накрывать поля. Допустим баня, пиво, рыба и запашу. Птики стоят немного, пусть хорошо пройдут. Но туда приходят те, кто любит срочно пить. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ